Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас очередной разбор будет аж не одного, а целых там, по-моему, двух-трёх видео, но по сути, просто меня вот завалили в последнее время разными такими письмами, где даётся ссылка на те или иные видео, где очередные умники из разных областей, так сказать, науки, искусства там, значит, в том числе искусство кривляния, пытаются что-то возразить, умничать, учить, но, по сути, оправдывают своё нестребимое желание к любимой сосиске, чтобы шкварка на сковородке у него шкварчала, а потом в брюшке он радуется и пытается найти разные оправдалки любимому рациону. Ну, якобы это безвредно, полезно и даже всегда во все времена ели, и это чуть ли не к развитию человечества привело, ну, то есть всякую ахинею. Так вот, сейчас я это, как всегда, разобью легко, непринужденно, этот бред. Я, дорогие друзья, давайте всё-таки договоримся так. Я считаю, что не нужно присылать, кроме редчайших каких-то случаев чего-то, да, там, совсем аргументированного и научного, как это было у меня с прошлым видео, где я разбирал аналитику лектора, американки, диетолога. Это действительно интересно. Что касается доморощенных вот этих всяких там луналиких брюхоногих и прочих товарищей, не умеющих говорить или желающих, так сказать, много поесть, вот смысла нет, потому что я уже, ну, повторяюсь, не люблю я повторяться, а приходится, ну, давайте разберём, тем не менее, давайте договоримся, что это будет, может, последнее такое, когда всяких не пойми, кого я разбираю. Значит, сразу скажу, что да, я обещал и сделаю по Цицулину обязательно разбор, по Стерлигову тоже, не пишите мне об этом в комментариях. Ну, правда, нет времени, ну, поверьте, мне на слово совсем нет. Мне это приходится выкраивать сейчас, много времени на всё это. Давайте начнём. Значит, что перед вами сейчас будет? Ну, во-первых, будет вот такое оригинальное видео, человек 10 мне уже прислал на него ссылки, и я поражаюсь, в чём там люди нашли якобы какие-то аргументы в пользу того, что мясо нужно и даже полезно. Ну, вот о чём пишет товарищ. Тут он всё перемешал, вначале альтернативные истории у него, собственно, понятно, а дальше, конечно, он копает по ведам, что-то пытались тут приплести, сейчас я об этом во всём по порядку расскажу. Ну, и вот что, в шоке там какие-то, вы будете в шоке. Ну, в чём тут в шоке? Я вот в шоке не был. Это он в шоке. Ну, естественно, куча комментариев, надо, правда, отдать должное, что хоть обычно под такими видео собираются любители сосисок, которые, ну, которому в коллективе с оправданиями друг друга поддержкой легче совершать оные действия, и поэтому, да, тем не менее, несмотря на это, всего лишь в пять раз больше тех, кто любит сосиски и кто всё-таки оценил критически это видео. Хорошо. Я не буду всё тут пролистывать, потому что это просто безумие, как всегда, выслушивать вот всё, а потом мне ещё разбирать по ходу каждое слово. Но основное будем обязательно сейчас тут разбирать. А потом будет про одного некого из МГУ товарища, биолога вроде. Ну, послушайте, собственно, что он говорит, какие научные уже аргументы он приводит. Да, я эти аргументы его разбираю. Это будет чуть позже, в конце видео, а сейчас пока давайте это. Итак, слушаем. В следующих фильмах. А теперь главный вопрос этого фильма. Если все высшие вармы медического общества имели военную подготовку, которую получали с детства, питались ли они мясом? И, разумеется, не питались, а то, что там товарищ пухлобрюхий такой выцепит, то есть откуда не пойми откуда, с переписок разных вет, не пойми каких, которые, как и Библию, переписывали по сто раз, то это можно просто подтереться. Так же, как и на заборе, тоже много чего написано. Важнее гораздо, что в душе и в совести человека природа от ребёнка идёт. Вот, что у него написано, пока он не скалечил свою душу, свою чистую, значит, пожиранием трупов. Вот это важнее гораздо. Картинки прекрасные, хорошо. Что касается до этого, 300 спартанцев промелькнуло. Так вот, давно известно, мне было уже там лет 10, сейчас некоторым только с видеоролика вот Шварценеггера, который мы перевели, озвучили, кстати, как вам перевод. Посмотрите, кто не смотрел. Посмотрите тех, кто не только последние там 10-20 лет на веганстве, а кто большую часть жизни там есть. Такие, какие результаты, как улучшились на веганстве у них, у многих. И это они не спустились через год-два и даже через 20 лет. А наоборот. Так вот, это в противовес тому, что вы вот это всё любите выставлять. Так вот, я скажу, что в Греции, в Древней, и тем более гладиаторы Рима, да, они были веганами и сыроедами. Это известные мои друзья ездили там, даже в горы, в Грецию путешествовали, там, в самые отдалённые селения. Местные собирали легенды, фортлёры и прочее есть такие. И вот там им тоже рассказывали. Всё это мы прекрасно знаем, конечно, да. Я уж не говорю о том, что и древние философы все греческие были веганами и сыроедами, а войны это однозначно. И гладиаторы просто не могли выжить фактически в первом-втором бою, если они жрали мясо, потому что выносливости у них просто не было, что и неудивительно. Ну, идём. Кто-то сейчас скажет, а это здесь при чём? Да, в принципе, ни при чём. Я просто пытаюсь понять, правильно ли современные сыроеды и легендарианцы не кормят своих детей мясом? Ну, конечно, правильно. Они же не враги своим детям, чтобы убивать их трупами животных. И, естественно, болезнями, которые неизбежно будут, начиная прямо с самого грудного возраста. Ну, они едят по советам врачей, диетологов, таких как вы, умников, когда они уже начинают дохать, хрипеть. Буквально, когда мать ещё кормит молоком своим. Ну, мать, которая сама пьёт молоко козье или коровье, ест мясо, сыр, все эти прелести. Ну, и дети болеют и болеют. Я это вижу на примере семей родственников, на примере сотен и тысяч семей, о чём мне пишут. Что изменилось, когда перестали это есть? Там другой вопрос, что сыроеды и веганы тоже делают ошибки и постепенно, из года в год сокращается у них запас тех же рециркулирующих микроэлементов, каких-то некоторых аминокислот, у некоторых бывает B12, у кого-то D3. Но эти всем по пальцам одной руки проблемы можно глобальные пересчитать, если просто учесть эту поправку на современную убитую почву, о чём там один правильно будет говорить и прочее, то да, это только в этом проблема, а не в том, что веганство плохо, неправо и так далее. А детей убивать нельзя, и взрослых жалко, а детей тем более. Сами они его, понятно, не едят, но вот дети. С военными всё понятно. Военные без мяса – это всё равно, что трава без соуса. Ну, дебил что ли, совсем начинают сейчас. Некоторые про шахтёров писать, про там начинают, про дальнобойщиков. Мне и шахтёры, и дальнобойщики. Слушайте, вот моему помощнику сообщу сейчас сразу. Значит, ставьте цитату, там найдите из-под одного видео, где там про дальнобойщика мне написал на призыв мой о том, что, мол, ну слушайте, напишите, блин, закройте глотки этим дебилам, что, мол, люди физических и там таких профессий, которые требуют много энергозатрат, внимания там, силы и так далее. Ну, закройте им рот. Так, давайте сразу отрывки поставим ещё по вот этому ролику со Шварценеггером. Единственный неповторимый. Арнольд Шварценеггер. Я ел много мяса. Это всё из-за рекламы. Стейк. Это то, что ест мужчина. Которая навязывала идею о том, что настоящие мужчины едят мясо. Еда серьёзных мужчин. Но надо понимать, что это всё маркетинг. Реальность отношений не имеет. Я преподавал борьбу в различных государственных организациях 15 лет. Затем я получил травму. Более шести месяцев я не мог преподавать. Я потратил свыше тысячи часов, изучая науку восстановления и питания, и наткнулся на исследования о римских гладиаторах. Гладиаторы были в основном вегетарианцами. Как могли родоначальники профессиональных бойцов быть такими сильными, питаясь только растениями? Когда я перешёл на растительную диету, я был отобран в третий раз на Олимпиаду. А также побил два американских рекорда. Я пожалёл, что не сделал этого давным-давно. Когда я перешла на растительную диету, я не была уверена, что смогу выжить. А по сути, я стала похожей на машину. Одно из самых больших заблуждений в спортивном питании – это то, что мы должны потреблять животный белок для достижения высоких результатов. Это неправда. Иногда надо делать то, чего не делают твои соперники. Это сегодняшняя кровь, а это вчерашняя. Чёрт. Думаю, что это перевернёт сознание многих людей. Я выздоравливал быстрее, и мне было не так больно. Это был наш лучший сезон за 15 лет. И ещё 14 наших парней перешли на растительную диету. Мы все хотим чувствовать себя лучше, быть более энергичными. Холестерин был 276, а сегодня 169. «Вау, вот это результат! Большинство в моём возрасте не могут угнаться за внуками, а у меня всё наоборот». Не существует одних рекомендаций для улучшения спортивных результатов, а других – для борьбы с болезнями сердца, с диабетом. «Они одинаковы». Кто-то спросил, «Как тебе удалось стать сильным, как бык, если ты не ешь мясо?» А я ответил, «Вы видели быка, который ест мясо?» «Переломный момент». На экранах в сентябре. «Давайте сразу сюда про силу скажем про итальянского происхождения американца, который в 104 года сжимал монету 25-центовую в конверт и прочее. Давайте быстренько такие поставим сейчас, чтобы просто не возвращаться к этой теме насчёт силы, выносливости. Давайте про супермарафонца-фрукторианца, который соки фруктовые пьёт. И поставил рекорды Гиннесса в книгу внесён». Денис Михайлов из Ставрополя побил рекорд Гиннесса по бегу. Запись проводилась в Нью-Йорке, где рекордсмен сейчас работает. Михайлов бежал 12 часов на беговой дорожке. Его результат – 129 километров, 616 метров. Рекорд теперь российский, написал Денис на своей странице в социальной сети. «И так далее. Ну, короче, подборочку тут сделаем и идём дальше». Меня зовут Элсорт Уэрхем. Я кардиохирург. Я практикую эту специальность на протяжении всей моей профессиональной жизни. Мне 98 лет, и я продолжал работать как кардиохирург до 95 лет. Я веган. К сегодняшнему моменту я являюсь веганом на протяжении почти половины моей жизни. Я полагаю, что это здоровая форма питания. «Я не собираюсь в ежевременной системе, чтобы выключиться от всех этих животных продуктов. и все мои выступления, я хочу, это маленький список и титусов, которые я получил, что я получил после победы. И тогда, что это было не проблема. Итак, давайте посмотрим, какие другие вещи. Удивительный вопрос был, что это просто две недели. Это просто две недели, чтобы не было никакого желания, никакого милка. Идем дальше. Мало света, трава хилая и редкая. Много света, она жухнет и гибнет. Вася, ну если бы ты хоть чуть-чуть разбирался в биологии, ты бы понимал, что трава жухнет потому, что не хватает света, а именно холорофил меньше становится, потому что нет достаточного надобности в том, чтобы трава была зеленой. Потому что зеленый – это цвет холорофила. А холорофил – это вещество в хлоропластах, находящееся растение, где идет сакральный процесс фотосинтеза с образованием первичных органических веществ в биосфере, а именно в зеленых частях растения. Запасаются эти разные органические соединения жиры, белки, углеводы и в корнеплодах, и в плодах их больше всего. Поэтому человеку не надо зеленую траву есть, а достаточно плоды. Там есть свои нюансы, поправка на гиподинамию, на, так сказать, апатичный образ жизни, на отсутствие в почвах нужных минералов многих и так далее. А вот эти картинки, это, конечно, красиво, но недоказательно. Но наши предки, как всегда, знали золотую селенину, а вот знаем ли ее мы? Знаем, знаем. Меня зовут Виктор Максименко. А вот это посмотрим. Вот это, на это отдельное видео, просто данный автор тут вот решил все систематизировать, вместе собрать. Ну, тем лучше мне легче. Вот это вот еще одно, считайте, это уже второе, а будет еще третье видео. Вот это второе видео мне скидывали там тоже раз 10. Значит, вот про этого такого круглолицого товарища, который, так сказать, что-то измеряет ОВП метром. Ну, он мясо там измеряет, значит, давайте я, ну, не знаю, все, блин, слушать это, честно говоря. Давайте я сразу поясню. Вот он меряет, во-первых, ОВП метром, уже сколько раз я говорил. Вот это дерьмо можно выкинуть в помойку китайской за 100 рублей, ну, там, за 100 долларов в смысле. Значит, есть уже, говорят, и за 1000 рублей подобные ОВП метры, которые фактически не калибруются. Я уже заколебался объяснять, что нужно, во-первых, иметь отдельный электрод, который стоит в разы дороже вот этого прибора, чтобы точно измерять. Во-вторых, алгоритмы сбиваются постоянно. Даже на отдельных дорогих качественных электродах надо чистить перед каждым измерением головку электрода специальными шпурками, чтобы было точное сопоставление. Нужно постоянно перед каждым замером калибровать в калибровочной жидкости каталонной, сверять, делать поверку оборудования и так далее, и так далее. Это вообще бред. Во-вторых, если кого-то это повергло в шок, как тут пишут, что, мол, это доказательство, я поражаюсь слабостей умственной этих людей, потому что, наверное, надо было мои видео смотреть. Ну, ладно, кто не смотрел, я понимаю. Но ведь вы, вот, постоянные зрители пишут, вот как же это, ой, катастрофа случилась, мир перевернулся, они доказали. Вы что, не смотрели мои видео по воде? Я объяснял вообще, что такое ВП, окислительно-выставительный потенциал или редокс-потенциал, по-другому. Это способность молекул отдавать или принимать электроны или способности вещества. Ну так вот, ну блин, ну мясо он тут, он начинает, я заквасил, я пожарил, а потом потушил, потом положил. Ну, какие он, блин, научные эксперименты провел, я поражаюсь. Да вы что хотите, заквасите овес голозерный, пшеницу, рожь, ячмень. Можете ферментировать по глоткову там пищу и потом замочить. И вы увидите всегда ВП в минус. Почему? Потому что это свободные электроны уходят из пищи. Это электроны свободные. Вы можете над кастрюлей стоять кипяченым супом там, когда он варится, и тоже электроны будут уходить. Только их не увидите, это нужно специальное там оборудование, которого, так сказать, не купить вообще. Это все электроны, которые выходят, либо вещество в воду, либо в воздух. И уносятся током, там, порывами ветра, как вот от водопада падает вода, и тоже будут аэроионы, так сказать, образованы. Чего тут удивляетесь? Я просто поражаюсь. Ну, сейчас послушаем этот бред немножко. Я уже думаю, надеюсь, вы поняли, о чем я говорю. Мне часто приходилось слышать, что... Типа он этим хочет что-то доказать, что мясо это можно, вкусно, полезно, это вкусно, да, для тех, кто любит это, потому что наркоманы пищевые, потому что морфины образуются в мозгу, сто раз говорил. Это все понятно. Брюшко привыкло к шкваркам, это все тоже понятно. Любимая сосиска в голове, это прелестно. Но только, так сказать, что он этим хочет сказать, что мясо полезно, а что оно, так сказать, не окисляет, а щелачивает? Мясо главный источник закисления организма, но в наше время это легко проверить. Перед вами мой эксперимент, в котором я проверил, действительно ли мясо является главным закислителем организма. Он что, идиот? Я просто в шоке. ОВП никакого отношения к закислению не имеет. То есть, имеет совершенно опосредование, так же, как общая там или минерализация, или общая карбонатная жесткость, предположим, разные, кстати, показатели воды, общие карбонатные, так и ремисты, например, знают, не буду сейчас пояснять, предположим. Точно так же, например, электропроводимость, это косвенно показатель солей в воде, да, безусловно, но это непрямые следствия. Так же и здесь, кстати, совершенно никакого мяса закисляет, естественно, потому что там азот, азотная кислота закисляет или нет? Везде есть углерод, водород и кислород. И только в белках есть еще азот. Так вот, любые азотистые соединения, это закислители. А он пытается в банке, что, провести химическую реакцию, он что, кретиншель конченый? Я просто поражаюсь. Извините, эта пища еще не обработана ферментами поджелудочной железы, желудка. Она не обработана специфическими ферментами и гормонами пристеночного кишечного пищеварения. Там нету кишечной микрофлоры специальной, которую тоже доразбирают. Это совершенно не идентичные процессы, чтобы можно было говорить вообще о чем-то. Я просто поражаюсь. А на самом деле я взял свежую свинину, поместил ее в дистиллированную воду. Гений. Она химически чистая, и на третий день пребывания в этой воде мясо дало, наоборот, щелочной показатель. Он что, идиот? ОВП – это способность электронов, то есть веществ отдавать и принимать электроны. И не более того, это свободные электроны. Это никакого отношения к закислению, ладно, скажем так грубо, да, никакого отношения к закислению или ощелачиванию не имеет. В свежем виде. Так же, как pH – это водородный показатель. Но это не количество молекулярного водорода в воде. Так же, как измерение водорода в воде – это совершенно не измерение pH, то есть водородного показателя. Это вот просто для идиотов он говорит, либо сам таковым является, запутавшись вообще во всем. pH, вот этот вот pH среды, который показывает, какая среда в плане кислотности от семерки нейтральной, или кислая в сторону 3-4, либо она щелочная в сторону 7,5-8-9. Это никакого отношения не имеет к водороду, например. По сути, не имеет. Имеет опосредованное, но не имеет. Это разные физико-химические свойства воды и показатели. И здесь это совершенный бред. Ну, я на этом не остановился. Молодец. И решил проверить, что же будет с мясом, если его провести обжарку и тушение в течение примерно 1 часа 10 минут. Жаль, что нельзя измерить, что с мозгами происходят тех, которые вот это делают, вот эти научные, в кавычках, эксперименты. Но, предварительно, конечно, я его сквасил для того, чтобы был гарантированный результат. А зачем квасить? Можно и не квасить. Можно в дерьмо положить. Там тоже немножко сквасится. Ферментируется. Потом, это вообще бредятина какая. Что получилось? Опять же, сквашенное, обжаренное мясо, которое подверглось критической термообработке, я опять поместил в дистиллированную воду примерно на трое суток. Короче, там тоже электроны пошли. Какой будет процесс? Измерял я при помощи вопометра. И они показывают, что опять... Ладно, все ясно. И здоровая продукция дает щелочной показатель. И правильно обработанная. Потом даже... Даже химическое будет давать. Потому что электроны все равно будут отдаваться. Обжаренное. Мы там находим... Теперь его провиманы и вайтманы понесло. То есть, это, видимо, такая есть часть таких вот любителей истории альтернативные. Те, кто себя считает славяно-арийскими потомками и так далее. Ну, пусть таковыми и есть, но уже что-то разом кипит их возмущенный в плане того, что уж больно. Кто-то намучился год на проклятом веганстве, кто-то полтора. И вот они хотят оправдать любимую сосиску и притянуть ее с ведами. Но никак не выйдет. Потому что все, что здесь показано дальше, это то же самое, что можно цитировать из Библии. Что вот Бог сказал жрать мясо после потопа. А совершенно не говорят, и только единицы думают о том, что, собственно, вы хоть подумайте, помимо того, что написано, если Бог – это добро, вот кто из вас верит, да, а убийство – это зло, и неважно какое и когда. А если в раю были люди, питались плодами и до потопных времен, о чем явно говорится в том же Ветхом Завете, то, соответственно, да и не только, да вообще во всех религиях, то тогда понятно, что человек, разумный человек должен стремиться к идеалам, к эталонам он должен стремиться. А не оправдывать свои порочные пристрастия, привычки. Причем тогда, как правильно говорил тот же Лутар, что хватит клеветать на землю, что она якобы не способна прокормить тебя. А уж не говоря о тех старых временах, когда были какие-то катастрофы, тяжелые времена, кто осудит. Но сейчас, в наше время, вы опомнитесь, люди, что вы творите. Так вот, и я вообще сейчас этическую сторону вопроса не беру, да, хотя она очень важна. Поэтому это мы тоже опустим. Так, что он там дальше лепечет? А, ну дальше у нас, так, сейчас, секундочку. Этих летательных аппаратов могли и обязаны были потреблять высоко белков. Ух, что они там могли, это читайте на заборе. Теперь дальше вступает наш Луна Лики, вот такой оригинального вида товарищ, который, собственно, является автором этих сборок, якобы доказывающих, что мясо жрать нужно, что он там говорит. В советское время в летные училища стали брать вьетнамцев. А, все понятно. Он говорит, что вьетнамцы стали брать, когда и, может быть, там корейская, вьетнамская война. Ладно, вьетнамском, он говорит. Ага. И типа они там не могли руки поднимать. Типа того летать не могли, стали кормить мясом, и тут смогли. Ладно, значит так, про эту ахинею вообще говорить не буду, комментировать. Про уже силу и веганство давно все сказано. Забыли они учесть, что в Индии, в Вьетнаме и в других терапических странах есть тема очень большая и больная паразитозов различных, паразитарных инвазий. И еще некоторых факторах, о которых в других лекциях говорю, не надо быть слишком уж совсем ленивыми, говорить про это не буду. Так, теперь дальше он показывает вот этого товарища. Качка такого накачанного, кстати, веган. Ну вот он занимается всякими практиками, он очень долго общается, я просто скажу, о чем речь. Он, кстати, говорит так, что я сам веган, но веганство подходит не всем, что детям я не рекомендую, хотя дело индивидуальное, и так далее, и так далее. Так, дальше вступает вот этот опять, так сказать, круглолицый товарищ. Для небольшого количества очень духовно развитых людей, которых в любом обществе не больше одного процента, и то, которые готовятся к выходу на более другие уровни. Понятно. То есть, он говорит, что это вот для высших стадий, так сказать, духовного. Как здесь этот товарищ написал, что без мяса живут только просветленные. Ну, прекрасно. Давайте все становиться просветленными. Так, теперь он там какую-то хинею дальше. Второй день сквашивания сметаны. Еще раз говорю, что любое дерьмо добавь и будет ОВП. Ты, товарищ водород-то, покажи нам реальные измерения, только капельные, а не прибором, количество водорода. Это все ОВП прекрасно, только все вторично. Первично это вообще, если мы говорим, что без этого можно без генерации воды обойтись, да, так сказать, без приборов и так далее. Вот, ОВП и так получается. Во-первых, это пить будет один из миллиона людей или там из тысячи особо просветленных. То, что он там делает. Во-вторых, чем больше в воде, тем меньше в еде остается свободных электронов. Это второе. И это все вторично. А главное наличие молекулярного водорода в воде. Вот я еще раз говорю, ну книгу Гарбузова «Ионы водорода лечат рак» почитайте. А это все фигня. Это хорошо как бонус. Ну заодно, что в воде не только водород, а и ОВП. А это как будто он что-то доказывает. Ну вообще этим ничего не доказывает. Так, теперь вот это очень интересно. Здоровый век, что молочные бактерии, они, что это источник здоровья всего, растений, животных. Совершенно правильно он вот говорит эту фразу, что почва это источник здоровья всего вообще. Растений, животных. Но дальше что он говорит? Животных плодов и самого человека. Так вот именно все мои эксперименты показывают, что молочные бактерии, они идут из почвы. Ну дурак полный. Бактерии вообще никакие из почвы не идут. Растение высасывает корнями своими, любой от травы до самых больших деревьев, высасывает воду с растворенной в ней в воде минералами. И все. А дальше в листе растений, в зеленых частях растений идет вот этот процесс фотосинтеза с образованием органических веществ. На что тратится, соответственно, фотон и энергия Солнца. На что тратится, соответственно, углекислый газ. Это углерод построения тела растения, как раз берется в процессе фотосинтеза из атмосферы, из воздуха. Там много газов, в том числе углерод. Вот потом это берется, соответственно, минералы и вода. H2O, вот водород, кислород, соответственно, идет углерод. Ну, плюс еще азот, который, так сказать, в том числе частично отчасти из почвы тоже, потому что есть грибные симбиотические связи, что касается молочной кислоты, то она ниоткуда не идет. Он доказал, что эксперимент. Ну, прям кулибин, смесь кулибина, ломоносова и, так сказать, там какого-нибудь дебейки. Молодец. Они идут из почвы, попадают в травы, потом попадают в наши продукты питания. Если почва здоровая, то и все продукты питания, их можно легко померить, там должны быть минусы. Опять заколебал про это. Слушайте, товарищи дорогие, давайте так, вы про эти ОВП уже замолчите, ладно? Хватит. Везде есть ОВП, полежит продукт, там, плод. Денек-другой уже ОВП там будет к нулю близко, а дальше... А оживить это легко, он генерацией воды. Сделайте минус 500 милливольт, налейте в кастрюлю, положите туда овощи, которые потеряли уже ОВП отрицательные, то есть заряды потеряли. Они, ну, долго лежали на базах, в холодильнике, и опять приобретет этот овощ-фрукт, можно измерить, опять ОВП будет там, ну, скажем, минус 100-200 и так далее. Да, так что есть даже вот сразу вам еще такую подсказку говорю. Идем дальше. По ОВП метру, то есть это щитопроботка любого продукта питания, травы, плода, орехов, того же мяса приведет к тому, что оно вместо того, чтобы пощелачивать организм человека, давать нам здоровье, может производить гниение и давать... Организм это, конечно, хорошо, но молочные бактерии хоть образуются и действительно участвуют в сквашивании той же капусты, однако они заносятся туда не из клетки капусты, а извне, то есть между листами капусты и так далее. И вот я поражаюсь над невежеством сейчас вообще. Чем дальше образование ЕГЭ, тем, конечно, будет все интереснее и интереснее жить. Как бы для пытливого ума, в этом смысле я невзорово, кстати, в этом смысле понимаю, что, конечно, очень сильно над многими вопросами прикалывается. В некоторых вещах он прав в том смысле, когда абсолютное невежество действительно выводит вот таких вот на свет божий, что называется, из мира интернета, так сказать, проповедников, ученых и тому подобных. Хватит нам закисления, а значит болезнь... Ладно, дальше там окорока. Дальше там окорока нашли в грунте, похожие вернее, он так там и сказал, похожие на окорока, молодец. Дальше идет опять у нас большой человек, он очень много там дальше говорит, ну и по сути, что там у нас выводное? А, показали концлагерь, что все, кто, значит, мышцы не имеет, это веганы. Значит, покажите сразу еще раз веганов, не таких, а других. Простой скромный таксист, у которого не так уж много денег, который не ел мяса уже 8 лет и который питается только сырыми овощами, фруктами, орехами и семечками. Денни 53 года, он стал веганом-сыроедом 8 лет назад. Это моя скромная квартира. Я не богат, я простой таксист в Лас-Вегасе. У меня нет много денег на еду. Я не использую пищевые добавки, только сырые овощи, фрукты и орехи. И если я это сделал, стал таким большим, то и вы тоже это сможете. Что ты ешь? Все, что мне хочется, что относится к сырым овощам, фруктам и орехам. Вы веган? Да. Веган. Да. Вы не едите ничего того, что связано с животным происхождением? Ну да. Ответил, нет? Нет, вы... Очень кратко. Расскажите мне о тех маковых росинках, которые вы... Достигаете такого феноменального результата. Просто ваше меню, вы можете рассказать? Салаты в основном. Зимой приходится есть вареную пищу, честно скажу. Подождите, то есть вы еще и не варите сыроедение? Летом я в основном, да, сыроедение. Ну, хотя бы вы ее срезаете или прямо с землей? Прямо с землей. Так повесни. Фантастика. То есть есть, наверное, веганы другие. Ну и, собственно, в заключении, что он там нам, вот этот луналикий друг, говорит. То готовьте своих детей, пусть они у вас работают компьютерщиками и барменами. О, как? То есть он говорит, только компьютерщики и бармены дети, веганы. Давайте так. А мясоеды есть? Бармены и компьютерщики? Вот кто ест все подряд? Я думаю, есть. Или я не прав. Так вот, есть среди мясоедов, компьютерщиков и барменов хилы из мышц и так далее? Есть? Заткнитесь. Какого хрена ахинею нести дальше надо? Вот это вот. В этом фильме мы услышали двух экспертов. Кстати, оба придерживаются чисто ведического образа жизни. Все знают и Виктора Максименко, и многие знают Алексея Шпилинского. Извращать-то можно что угодно. Ведического, это значит, что поедание мяса ни это к ведическому отношению не имеет. Кроме каких-то обрядов, ну и допустим, веры в том, что он придерживается ведического, соблюдением каких-то ритуалов и тому подобное. Но ведизм это не то, чтобы точно не есть мясо. Нет, ведизм это в том числе точно то, чтобы не есть мясо, помимо многого прочего. Потому что если ты ешь мясо, то ты вносишь в этот мир разлад, ты вносишь хаос и убийство, эманации, смерти. Ты пожинаешь себе, то есть ты потребляешь, ты являешься ходячим скотомогильником. Ты убиваешь в себе ребенка, ты убиваешь в себе возможность роста и перерождения в более высокоразвитое существо, чем человек. Ты не развиваешь свой дух. Не в смысле силу духа и воли, а в смысле эволюцию души индивидуальной, если так можно выразиться. Так вот, это все как раз сводится на нет. Нигде этого в ведическом учении не говорится. Это в сердце человека говорится, его душе, его разуме, в его возможностях размышлять, рассуждать, анализировать и делать выводы. И действительно, для каждого рода занятий, для каждого возраста люди должны подбирать сами себе образ своего питания. И это не значит, что те, кто едят мясо, это люди, которые не придерживаются ведического... Да, это значит как раз, что они абсолютно не придерживаются. И как раз горько им и не хочется это осознавать, поэтому фильм он этого и создал. Все психологически здесь понятно, потому что он тем самым оправдывает свое мясоедение, свою любовь. Вот этот подбородок второй, который у него уже растет, через 10 лет будет и не то. Он не качок, но пухлые ручки это не мышцы, а жирок. Да, и этот человек просто оправдывает свои пристрастия, порочные привычки, желания, но, так сказать, хочет приобщиться к такой элите, якобы. Придерживающиеся ведической концепции жизни, уклада, со своими, конечно же, фантазиями и вставками туда то, что им хочется, от чего им на душе становится радостнее. Ну, часто не на душе, а на брюхе, но, в принципе, это одно и то же для них, неважно. Ну, ладно. Убраза жизни. Все. Давайте договоримся, дорогие друзья, хватит присылать мне разных умников с какими-то измерениями, которые эксперименты проводят. Вот давайте так. Хватит и того, что ребенок испытывает, если мы говорим про духовную сферу, от того, когда ему впервые родители, если они ему так это говорят, что вот это, так сказать, кролик. И иногда ребенок в ступор впадает. Он играл с ним, это его друг, он вообще ни вкусом, ни инстинктами, ничем, он не воспринимал его как еду. Он тянулся погладить что шиншиллу, что кролика, что хомячка, что коровку, теленка, там, козленка. Ну, ему когда-то объяснили родители изуверы, что это нормально, что делать жалко, но это еда, оно через силу, оно давай, а то расти не будешь. И прочую херню, от которой он вырастает таким, как вырастает. Теперь дальше. Со своими зависимостями химическими, наркотическими и так далее. И начинает же придумать сказки в оправдании своего любимого куска на столе. А теперь дальше. Говоря о физическом. Если есть хоть один человек, кто на веганстве полном и на сыроиднее физически не дреблеет, кто у кого мышцы остаются, кто поднимает тяжести, кто далеко и быстро бегает, кто энергичен и так далее, тогда заткнитесь насчет того, что веганство приводит к дистрофии и так далее. Так? Так. Значит, других оправданий у вас никаких нет. Насчет там дефицитных состояний, тех или иных веществ, у меня куча видео. Посмотрите, где я это все... И не только я разбираю, это разные ученые, которые больше ста лет прожили. Да, кстати, еще одна оправдалка, долго не живут. Это вот мясоеды долго не живут. А те, кто жил, вы уже столько не проживете, дорогие друзья. Вы что, хотите прожить, как ваш дедушка, который пил и курил? Идиоты, что ли? Как один написал, идиот на днях. На балкон выходит, курит, мол, и пьет кофе в человек возрасте. И, мол, наслаждение получает. Он не наслаждение, наслаждение получает от другого. Он получает вот эти мнимые наслаждения наркотические. А 93 года, это прекрасно. Только он, этот ваш отец, первое, что сделал плохое, он украл у себя лет 30 жизни. А осталось ему совсем недолго. И только потому, что у него генетика мощнейшая была, и его родители не изгадили, как вот ему генетику, как вот видео посмотреть. Кто не смотрел про 100 вот этого десятилетнего, почти он прожил полных 109 лет, художника. Так вот, посмотрите, в каком он состоянии был в 106 лет, например, когда стойку на голове йогу делал, да? Как рассуждает, как мыслит, какой образ жизни вел. Так вот, что я хочу сказать. Все эти оправдалки про дедушек пора разумным людям забыть. Это первая причина, крепкая их генетика. Вторая. Они вам, вашим родителям, там, вам изгадили генетику уже чуть-чуть. Когда начали пить, курить и жрать там все, что не попадя, и мало двигаться в последние годы. Допустим, это не дедушки, а вот уже родители ваши. Потом родители вам передали генетику уже ослабленную. Вы своим детям, и каждое поколение живет меньше и меньше. И вот сейчас как раз, значит, как вот Абдулов умер, как умер Краско, как умерли вот эти все товарищи, как переработали. Они не переработали, они все почти от рака умерли. Кто-то не дожил до рака только по причине того, что умер раньше просто от инсульта либо инфаркта. И вот это участь ждет всех вас. Кто сейчас хорохорится, мол, вот, пить, курить или жрать мясо, и все хорошо, он на Кавказе. Вы что, дебилы, на Кавказе живете? Или там начинают там, вот, чукчи, или там, вы что, чукчи, что ли, блин? Вы что, там, а вот, я посмотрю, как на Севере прожить. Вы что, живете на Севере? Ну, еще болтать-то попусту вот эту ахинею. Приводил я прожителей Севера. А чем питаться на Севере, как сыроеду? У меня есть ролик, как на Северу сыроеду. У меня есть там 15 видео про долгожителей, где я анализировал. И народы Кавказа разные, и отдельных людей. И, так сказать, те мифы развенчал, которые, так сказать, он, мол, с утра до ночи мясо жрут. Да, сейчас прям. Ага, еще вино пьют. Ну, короче, про это, про все уже говорено. Ну, не буду больше, надоело. Ну, просто достали меня вот этими вот идиотизмами. Ну, помогайте вот этим людям, которые новые пришли. Товарищи Дарьи, ну, составьте список кто-нибудь, возьмите на себя это из моих видео. Вот об этом здесь, об этом здесь по минутам. Прямо, прям благодарен, до скончания века буду вам. Вот прям, потому что на все есть эти ответы. Ну, на все уже, вот на любой вздох есть. Простой, понятный, логичный вывод, доказательная база. Простая логика. Итак, нет и не может быть никаких аргументов в пользу потребления мяса ни у каких мясоедов. Ни у каких любителей бифштексов, ни у каких врачей. Может быть, как у Бронштейна. Давайте приведем его аргументацию, академика Бронштейна. Как он доказал пользу потребления и необходимость потребления мяса. Поставим цитату. Не надо охаивать то, что изобрело благодарное человечеству. Мясо это гениальная вещь. И нельзя никак, и не надо порочить этот изумительный продукт, ради которого мы живем. Это первое. Ну, вы слышали доказательства научные? Давайте не будем про белки незаменимой аминокислоты. Вот давайте, ладно, вставим невзору вот этот маленький отрывочек, что он говорил двум товарищам умным, которые его в этом смысле достали, что вот вы такие вот не едите мясо, мол, говорят, мол, странная позиция какая-то. И он им очень хорошо на место в этом смысле поставил. Какая-то конкретная, отличающаяся от всех позиция по этому вопросу. Ну, у меня нет никакой особой позиции. Я кирпичи тоже не ем, и гайки не ем, и картонные коробки не ем. Я вообще не ем ничего не съеду. Послушайте, ну вот я видел, смотрел какую-то передачу, где человек в халате вещал о том, что мясо нужно есть, потому что оно содержит вещества, необходимые для тканей организма. Ведь мы полностью состоим из тканей. И я, в общем... Если более научно сказать, то в мясе содержится набор аминокислот, которые без мяса в нашем организме не выработаются. Я бы очень советовал вам никогда не пытаться, по крайней мере в кадре, делать такие вот эксперименты на физиологическую тему, потому что выглядит это предельно потешно. Если вы бы чуть поглубже знали физиологию, то вы бы знали, что эти аминокислоты есть практически во всех продуктах, и что тот белок, который, с вашей точки зрения, необходим, всё равно организм получает уже в мёртвом виде. Это мёртвые клетки. Так а фрукты тоже мёртвые? Фрукты не до такой степени мёртвая клетка, потому что она не прошла термическую обработку, она не прошла определённого рода консервацию. То есть там часть клеток ещё жива. Но дело не в этом. И у противников, и у сторонников поедения фрагментов трупов очень много различных доводов в ту и в другую сторону. Ведь в природе есть куча существ, которые питаются падалью, и это их пища, и биологический вид может на этом жить. Почему мы не можем жить тоже? Да, братья, живите. Я вам хоть слово сказал про вегетарианство? Нет, мне интересно... Пока что набросились на меня вы. С вашей стороны. Почему вы? Ну, понимаете, для того, чтобы с моей стороны эту тему понять и оценить, ну, необходимо знать физиологию столь же глубоко, как я. Во-первых, не думаю, что это удастся у вас в ближайшие 8-10 лет. Во-вторых, у меня нету сейчас, вот конкретно сейчас, в ближайшее время, у меня нету желудочной онкологии в планах. А мясо может привезти? Мясо гарантированно приводит. Вы же такой любитель слушать дяденек в телевизоре. Вы просто найдите какой-нибудь каналчик в вашем интернете и послушайте дяденек, который думает по-другому, дяденки вам расскажут всю статистику. Дело-то не в долгожительстве. Дело в том, что либо человек – это смелое очень утверждение и глупое, в принципе, это некое существо, способное на персональную эволюцию, способное на то, чтобы, ну, постараться, пусть и искусственно, пусть и декларативно, но все-таки максимально далеко уйти от того, как вы совершенно справедливо заметили, дотретофага, то есть падальщика, потому что люди не были никогда охотниками, по крайней мере, вот в течение двух миллионов лет у них не было ни морфологических, ни технических возможностей охотиться, по крайней мере, на крупную дичь. И в основном они были падальщиками. Это тоже доказанная и абсолютно такая канонизированная в палеоантропологии точка зрения. Дело не в этом. Дело в том, что вот в этой личной эволюции вы имеете возможность, для себя ее немножко узкой, вы имеете возможность, ну, оторваться вот от этого животного, как он является человеком. Ну, в частности, в частности, и этим тоже. То есть отказаться от мяса? Так я не призываю, друзья мои, я вот не призываю никого ни от чего отказываться. Как правило, я всем говорю, ребята, ешьте мясо, и как можно больше. Я заинтересован в том, чтобы вокруг меня были бы одни идиоты. Ну, а теперь давайте перейдем, пожалуй, к вот этой вот научной заключительной части. То есть претендент от науки, МГУшник, который прям доказательно, аргументированно обосновал тоже вред веганского питания и пользу мяса и преимущества эволюционной и прочей. Он ведь, кстати, был знаком лично с неандертальцами, проследил лично их эволюцию до человека нынешнего, ну, до него, то есть непосредственно. Ну, и послушаем выводы его, так сказать, какие он из этого всего сделал. Конечно, мои две копейки, и, соответственно, на этом завершим. Ладно, договоримся, что больше не будем делать такие вещи, что высылать мне всяких идиотов, которые, так сказать, там бредят, и якобы они что-то доказали. Ну, не ленитесь смотреть мои прошлые аналитические выкладки, ведь там все это есть. Да, ну и давайте еще все-таки про бабушку это покажем, который, смеясь, говорит, у меня-то подруги давно в могиле, а я-то говорю, батюшка, а я ведь почему такая бодрая, энергичная? Я ведь мясо-то с рождения не ела. В деревне, в деревне всю жизнь жила бабушка. Расскажите о себе, сколько вам лет? Да только всего с 27-го. Как у вас здоровьица? Богу благодарю, на ногах хожу. Все удивляются, твои все лежат, а ты ходишь. А я батюшке говорю, батюшка, они мясо едят. А я с 27-го года, как родилась, мясо не ем. Давайте мы скажем о том, что Иван Поддубный, еще раз, для совсем идиотов, что он был вегетарианцем. Это, кстати, вот насчет силы, выносливости, он был вегетарианцем, он мясо никогда не ел. Кстати, в фильме очень жалею, ну, по понятным причинам, про Поддубного наш фильм, вот вышел несколько лет назад там, это не сказали, надо отдать должное, что он был трезвенником природным, он не употреблял алкоголь никогда в жизни, но, ну, там, правда, показали, что якобы с детства, когда-то попробовал один раз, ну, ладно, пусть так, на их совести останется, но он был трезвен. А про мясо ничего не сказали. Вот нельзя табу на эту тему, ну, как же, это вызовет такие, слава богу, что сейчас вот Кэмерон, Джеки Чиан, Шварценеггер и другие известные на весь мир люди все-таки снимают уже этот фильм, и в сентябре он будет доступен к показу. Еще раз посмотрите трейлер этот, так называемый, который мы озвучили, я надеюсь, вам понравится озвучка, вероятно, озвучим и сам фильм, на который, кстати, хотелось бы денежку собрать от людей, а то мне придется, как всегда, на свои деньги это делать. Ну, кто захочет, напишет, думаю, таких будет немного, к сожалению. Ладно, идем дальше. Ну, что еще можно сказать? Ну, давайте вот про эту бабушку-медика, кстати, врача, врача, покажем, которая не только говорила про то, что молоко это для телят, только от коровы, а для ребенка, когда он материнское перестал молоко пить, вода, и все, на всю жизнь. Она пила только с рождения, после перешивания, ну, после того, как материнское молоко перестало потреблять, естественным путем, только единственную естественную жидкость на планете, это воду, чистую воду, всю жизнь. Ну, она прожила официально, там, 114 полных лет, вот, хотя, естественно, есть люди, которые гораздо дольше прожили просто, так сказать, официально Гиннесом непризнанной, только лишь поэтому считается, что это... Ну, тем не менее, все-таки для большинства скажут, вот, да, это большой возраст. Ну, вот, что говорила она, детский врач, причем очень хороший врач, и порядочный человек, который до 100, по-моему, 5 лет принимала больных, и умерла в 114, там, и сколько-то месяцев. Так, ну, и, наверное, все. Ну, сколько можно прив... Вот на любой аргумент можно привести десятки противоположных. Причем, если их абсолютно бездоказательные или являются просто подтасовками, ну, не в том смысле, что неправда, а в том, как они выдают эту информацию, за что, вот, то, с моей стороны, это абсолютно, так сказать, как вы, надеюсь, поняли из данного видео, и, надеюсь, смотрели другие, поняли все абсолютно доходчиво, по крайней мере, по статистике 90, даже из тех, кто ставил лайки и дизлайки, хотя дизлайки-то ставят все злобленные, без исключения. А лайки один там из десяти, кто, ну, реально, да, там, одобряет, ну, просто лень, там, считает, что незачем. Вот, ну, даже с этими фактами 90 в среднем 5% люди понимают. И это радует, потому что, значит, я нахожу. Для разумных людей разумные просто аргументы, которые все ставят, как говорится, на ноги. А с ног на голову ставить вообще-то можно, понятно, но непрактично. Сейчас речь идет про одно видео, отрывок из которого я сейчас поставлю и проанализирую его. Мне прислали его, как всегда, зрители. Так вот, называется это «Хоббиты», вдумайтесь, да, уже, то есть там «Веганы» через запятую, и другие «Странности эволюции». То есть такой вот подкол, мягко говоря, цензурно, хотя хотелось бы выразиться более нецензурно, телеканал «Некий Хабаровск». Ну, да ладно. Значит, суть в том, что пригласили товарища Станислава Дробышевского, так называемого, значит, это доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, обратить внимание на майки. Есть такая сейчас секта, в которую входят те фанаты ортодоксальной науки, так сказать, которые, невзирая на факты, на новые научные данные, открытия разных совершенно областей наук, тем не менее твердят свою старую заезженную пластинку про вот эту вот эволюцию, как она в учебниках преподавалась там чуть ли не 70 лет во всём мире, да? Ну, с издёвками, с подколами, такими высокомерием всезнающих умников. Ну, давайте слушать, короче, ещё время терять. Поехали. Сегодня одна из популярных тем вот это самое веганство, даже не вегетарианство, а веганство. Ужас, ужас. И говорят, что... Ну, и есть разные точки зрения на это дело, да? Одни говорят, что без мяса человек обойтись не может. Нет, никак. И что вегетарианство вредит ему чисто биологически. Другие говорят, что веганство – это вообще наивысшая, наивысшая на настоящее время точка развития человека. Вот вы к какой категории относитесь? Это не точка наивысшая развития человека. Это просто естественный тип питания для человека как биологического вида, так как по всем анатомическим, морфологическим и биохимическим критериям, то есть строению внешнего человека, его приспособлению к потреблению той или иной пищи, строению всей пищеварительной системы от полости рта и так далее, явно следует то, что человек по своей природе плодоядное существо. Скажем так, то есть естественно не травоядно, естественно никакой не хищник, ну а копья, ножи и прочие дела в частях тела не растут вовсе, как правильно когда-то сказал Виталий Сундаков. Несмотря на это, что он правильно это понимает, например, тот же Сундаков считает, потому что ему когда-то какой-то патологоанатом сказал, что вот желудок для переваривания мяса существует, правда, никак не аргументировав, ну вероятно, что там кислая среда, фермент пепсин, может быть еще как-то он что-то там придумал, тем не менее, вот поверил в это, потому что любит, потому что представляется такими вот брутальными картинками и вроде бы как это по-мужски и всякую прочую ахинею. Ну, давайте слушать этого умника, что он нам скажет научно про пользу мяса и про глупость веганов и так далее. Я отношусь к категории, что если кому-то хочется, да ради бога, пусть нравится там или там уже как ему зазов в горохвисы, главное, чтобы по остальным вокруг было спокойно от этого. Человек, он возник как всеядное существо, это просто мучный факт. Началось, возник, человек возник, да он вообще-то человек не возник, идиот. Чего-то взяться просто не может, ну вот не может ничего взяться, нету никаких научных данных вообще про, все за уши притянуто. И вот эти ароморфозы, возникновение крупных таксономических единиц в зоологии, они все, так сказать, бездоказательно, не существует переходных форм вообще, начиная с трилобитов, там просто вот возникли и все. А до трилобитов, тех же очень высокоорганизованных существ, ракообразным, относящимся, да, древним, просто нету вообще никакого. Слушайте, я не буду про это даже говорить, это есть у меня отдельное видео на эту тему, есть куча в интернете в том же видео на эту тему, да, про фальсификации, там, как австралопитеков собрали там, грубо говоря, из обезьяны пополам кости и человека там и так далее. Это глупость, то есть с точки зрения вообще здравого смысла и вот этой сложности процессов в природе. Ничего не берется просто так. И все эти процессы сложнейшие, управляемые, управляемые, поэтому даже серьезные ученые приходили всегда к выводу, что как вот академик Бехтерева, то есть дочь того самого Бехтерева, пришла к выводу, что пусть мне говорят, что вот Ванга и так далее, это все глупость, афера и прочее, я скажу, что глупость, она говорит, говорят те, кто это говорит, потому что я прекрасно знаю, что возможности мозга вообще не изучены фактически. И так можно сказать, а это факт, да, и дальше она сказала, а это то, что просто факт. И вот существует очень много того в науке, когда считалось по одному, потом по другому и так далее, и так далее. И все это притянуто за уши. Это такая же вера, как религиозная вера, потому что основана на домысливании, на предположении и на вере в то, что ты вот во что хочешь верить. Дальше идем. Наши предки ели все вообще. То есть такую гадость, которую люди ели, никто там, включая с ними медведей, не ест. Если жили на берегу моря, ели что выкинет море, или там ловили киньми цветями. Если жили... Вот это представление о первобытных, диких, тупых полуобезьянах, это, ну, только для дебилов уже в наше время. Ладно, можно лапшу было вешать лет 50-60 назад, про это просто верили все, не думая вообще картинки в учебниках, рассматривая как истину в последней инстанции. А то, что вот если бы конкретно говорить по определенным параметрам и критериям, можно было бы доказать, просто сейчас нет таких конкретики, он говорит огульно в общем. Ну, и я говорю тоже в общем абсолютно. Ели, ну, если человек попадает, вот блокада Ленинграда, я все время привожу, к примеру, ну, и там ели вообще все, что выкинет, что растет, что под землей, все, кору, вот все, что угодно, лишь бы выжить. Это понятно. И это понятно, только это и современные человечества, попадая в экстремальные ситуации, отдельные группы людей, будут тоже есть все, что угодно. Но это не значит, что они будут всеядными по определению. Если в пустыне, то питались там тем, что можно добыть в пустыне. Жили где-нибудь там в артической тундре, питались моржами, не знаю, там, аренями, да. Жили в саванне, там, кто пасется в этой саванне. И так вот, ну, где жили, что вокруг шевелилось и ротло, и пахло более-менее приятно, то и ели. Поэтому... Ну, трупы более-менее, то, что выкинуло на поверхность и что сдохло как раз не более-менее, значит, не ели, да? Прекрасно. Человек, в принципе, физиологически может быть вегетариантом. Это научный факт. Прекрасно. Я говорю, вот, давайте поклонимся до земли. Существование вегетариантов показывает, что да, можно, но только достижения будут, как у вегетариантов. То есть, пока, допустим, Китай, Япония и Индия. Какой идиот? Так, стоп, стоп, стоп. Они практически вегетарианцами остались там одним рисом, таким-нибудь, ну, и что они там еще ели. Ага, даже не знаю. Чуть-чуть какой-нибудь рыбы, и то там где-то побери-побережье, и немного кто-то вообще мог себе получить. Мяса в еде практически не было, но у них и был рост метр пятьдесят. Стоп, при чем тут рост? Секундочку, это что? Через запятую рост, только что, говорит, достижения будут, то есть, никакие, кстати, он об этом дальше тоже скажет, что достижения никакие несколько раз. Значит, у вегетарианца Леонардо да Винчи достижений не было. У вегетарианца Николы Тесла достижений не было. Ну, в принципе, можно дальше не продолжать, но там я уж так скажу, ладно, про Плутарха, Платона, Сократа. Я уж не знаю, у кого еще Ганди там. Ну, слушайте, я про Толстого в последней, там, третьей его жизни, когда он был вегетарианцем. Там он не всю жизнь последнюю, только третью, тем не менее, да? Какие труды, которые, кстати, большинство людей не читало, потому что в основном художественные произведения, а тем не менее, по алкогольной проблеме, по этической проблеме, первая ступень, вы почитаете, и вы поймете, что эти произведения из художественной, из морально-нравственной, из других точек зрения выдающиеся не менее, чем его произведения, всем известные со школьной скамьи. Так вот, можно привести еще десятки выдающихся, Бернард Шоу, там, да, там, имен, фамилий, людей такого уровня мыслительных прочих возможностей, способностей, таких людей, которые ставили след в истории человечества, что вот этот товарищ, который вякает сейчас так дешево, ни в какие сравнения не идет. А давайте тогда еще приведем пример его коллеги, старшего, да, соответственно, Николая Николаевича Дроздова. Ему не стыдно такое товарищу из МГУ, преподавателя, говорить, имея в виду в том числе вегана Николая Николаевича Дроздова, который, разумеется, ему годится там минимум в отцы, и плюс к тому, я так полагаю, что мыслительные способности, а также достижения Дроздова не менее значимы, чем вот этого товарища выскочки на, так сказать, ТВ. И даже китайцы с ростом метр пятьдесят, там, с кепкой, японцев называли карлики с островов. Так, ну понятно. А теперь давайте тогда скажем так, есть в Африке племена, которые питаются в основном фруктами, которые ростом более двух метров. Их несколько таких племен. Сейчас давайте разовьем эту тему, когда он еще что-то о росте скажет. О, то есть, когда полутораметровый человек кого-то называет карликом, это уже как бы на что-то намекает. И те же индусы, да, ну, у них, конечно, там культура сидела, но средний, как бы, индус, низший кафтый какой-нибудь, ну, и там, не сильно крутой, если он там не какой-нибудь брахман. Секундочку. А если брахман, то есть он скажет, ну, брахман выше, а почему брахман выше? Он что, мясо ест? Ведь он же все говорит, что если мясо не ешь, будешь низким, да? Ну, кстати, там, допустим, ладно, вот у солиста группы Цветы Стаса Намина сын вырос, он в жизни вообще животной пищи не ел, то есть веган с рождения. Метр девяносто он там, или метр девяносто два, не помню точно, половец в широченных плечах, ну, что за херню несет этот побубуин, да? По-другому уж, извините, сказать не могу. Ну, как можно так нагло врать? Просто нагло. Либо он просто профан, неуч и бездарь, либо он просто негодяй, потому что врет нагло и цинично. Вот, значит, есть в Индии, извините, брахманы, да? Это уж та каста, которая точно раньше, сейчас уже извращение везде есть, да? И поэтому там сейчас 43 примерно в среднем процентов в Индии людей, которые вегетарианцы, всего, а раньше было почти 100. Так вот, брахманы воспитывались, и воспитывали абсолютно в нормах, ну, назовем по-современному, этики, там, морали, а главное, они понимали законы кармы, то есть причины следственных связей, то есть что посеешь, что пожмешь, то результат вот нынешней жизни, зато придется тебе в будущее отвечать, да? То есть наша нынешняя жизнь есть причина, значит, прошлое и следствие является будущей жизни, и поэтому ты должен знать, что ты делаешь, и вот то, что убивает животных, за это ты поплатишься, ты отнимаешь жизнь неповинного животного, без пропитания которым можешь обойтись. И только в экстремальных случаях, когда касается жизни, понятно, что люди здравомыслящие все это понимают, о чем я говорю, не надо доходить сейчас до маразма, до абсурда. А вот чтобы ради брюха поганого своего, чтобы сосиску умять и потешить свое брюхо, погладить его от радости, вот этой радостью ты встократно усугубляешь свою будущую, так сказать, жизнь последствия такого извращения и глумления над природой. Поэтому с ростом это просто кромешный, я не знаю, идиотизм. Он тоже, собственно, ростом метр пятьдесят копейками, и он не особо, как бы, как бы, достижения достигает. А как только эти страны перешли на более-менее нормальное питание, нормально, хотя бы там молоко пить, тут же и японцы, и китайцы, и индусы, стали вполне среднемирового рост? Значит, тут же сразу, и на то есть абсолютные статистики, которые, например, можно и у Вальтера Вайса, и у Кэмпбелла, и у десятков ученых, на которые они ссылаются, посмотреть. Это факт. Как только японцы, когда свои базы военные Америка после победы над ними в Японии колонизировала, поставила, и, как это бывает, часто перенимают побежденные народу своих, так сказать, завоевателей и привычки и так далее, тем более белой расы, более высшие, как считали они тогда, по крайней мере, и так, они стали принимать образ жизни, в целом, питание, повадки, привычки и так далее, в том числе молоко. И вот как молоко пошло у японцев в питание, сразу началось, у японцев сразу началось огромное количество аутоиммунных заболеваний, которых не было вовсе, таких, как, например, сахарный диабет, перо типа, или в ревматоидный артрит, и так далее, и тут же они начались, как у дебильных, белых, цивилизованных, образованных идиотов. Александр Мещеряков, что описывают японцы? Про возраст, действительно, что живут мало, тем не менее, что японцу до 100, вот это, мол, так, ерунда, а европейцы, это вот до 50, что японцу до 100 дожить. А вот, интересно, тело европейцев имело не только ужасную оболочку, пишет, со слов японских обывателей, они заполнены его варварским содержимым, внимание, в их повседневную диету, то есть европейцы, входило мясо, что для японцев дико, им вменялось вину, что они денно и ношно убивают и поглощают плоть, то есть коров, лошадей, свиней, кур, то есть это было дико для японцев, товарищ умный, дорогой. Так, превращаясь таким образом в диких, внимание, и агрессивных зверей, то есть тот, кто потреблял животную пищу, по мнению японцев, это было настолько неестественно, что эти люди превращались в диких, агрессивных зверей. Масло и сыр тоже казались японцам отвратительными на вкус, как и на запах. Обвиняли европейцы в том, что они пьют белую кровь, внимание, молоко. То есть этого не было в традициях вообще и было неестественно, то есть на уровне понимания, что в природе таких извращений быть не должно. Значит, болезнь богатых, то есть вот эта вот та самая подагра от мяса, от уратов натрия, естественно, и так далее. Значит, короче говоря, все болезни стали молодеть, те, которых не было, стали появляться, те жители сейчас, которые вот эти офисные воротнички белые переехали там в крупнейшие мегаполисы типа Гонконга и так далее, в первом поколении те крестьяне, которые никогда мясо не ели и впервые стали три раза в день его есть. Рак в Гонконге сейчас у каждого второго человека, я это говорю вообще без преувеличения знаю от людей, от врачей, оттуда. Значит, не у каждого третьего или сотого, а у каждого второго. Та или иная форма, степень медицины позволяет долго поддерживать, лечить бессмысленно, потому что без изменения питания, в первую очередь, и других восьми групп факторов, влияющих на здоровье, в положительную сторону, это бессмысленно в отдаленной перспективе, только протянуть можно. Поэтому я понимаю, что на публику, особенно городскую, особенно железобетонную, квартальную, конечно, сыграть это можно, тем более, что они, большинство из них, будут отстаивать свою железобетонную коробку, образ жизни, привычные, радостные, так сказать, новости от увеличения мощности Wi-Fi-излучения, от появления 5G, есть такие, которые аж горло готовы перегрызть, кто против этой прелести идет, потому что уже прозомбированные, практически уже подготовленные к чипизации идиоты, но это ладно, это бог с ними, немножко отвлекся, идем дальше. Они сами даже и обогнали и тут же у них поперла и наука и все на свете. Идиот! Наука поперла у них, когда им дали те знания, которых у них, то есть, еще раз, мозги у них прекрасно варили и так, только совершенно в иных направлениях, например, в той же Индии и не было задач, а извините меня, товарищ научный сотрудник, а что, виманика, шастры, там, прочие книги, их не было, или которые достоверны, в том числе наука, прекрасно знают, что были, какие были уникальные научные и прочие изобретения, технические, технологические, высочайшие уровни, а древние цивилизации те же вот в Египте, когда трубчатое сверление в базальте, таких диаметров и таких скоростей, резцов, это можно судить, ну, наука тросологии это сейчас точно выясняет, что современных станков подобных не было, то есть, сейчас невозможно сделать то, что было возможно прошлым цивилизациям, поэтому говоря, вообще говорить о том, что сейчас более развитое, это глупо, технологии, во-первых, были те, которые позволяли иными методами, а мы меряем с позиций современных методов сюда, делать, совершать любые технологические, там, те же поднимать грузы огромные, об этом есть, очень много книг и исследований на эту тему, но понятно, что официальная наука, так называемая, ведет, незыблемый такой вот порядок от так называемого прогресса, от фабрик, мануфактур, там, от, так сказать, каменного века, все у них рассчитано, только, вот знаете, что я хочу сказать, вот, например, про Кольский полуостров, слышали, да, вы, дорогие зрители, наверное, что там была сверхглубокая скважина, самая глубокая в мире, опять-таки, мы были, переди планеты всей, но суть в том, вы знаете, что тогда геологи при с ума сходили вот от чего, они знали по учебникам, по которым учились, по которым писали, вот такие же, как этот товарищ, точно знали, что, например, с глубины 4 километра, начинаются базальтовые породы, тем более на Кольском полуострове, давление растет с глубиной, да, там, например, микроорганизмов на глубине 7 тысяч там или даже 5 тысяч метров просто нет и быть не может, потому что 2,8 миллиарда лет дата исчисления. И вот все, что я перечислил, было и сотни других нюансов, по которым учились поколения ученых, в том числе, было полностью разбито. Во-первых, с глубиной давление не росло, во-вторых, базальта не было даже на глубине 7-8 километров, вообще не было. Давление, так сказать, да, я сказал, даже падало, ниже, чем на поверхности Земли было, даже, вот такие интересные моменты. И живые организмы нашли, там аж 14 видов только одного рода, да, нашли на глубине 7 и более тысяч метров. Так вот, что я этим хочу сказать. Очень простые вещи, что наука много раз то опровергала, то подтверждала, то ставила под сомнение какие-то вещи, причем, казалось бы, незыблемые. Поэтому, что касается там неандертальцев и так далее, вот они не могут понять, что к человеку это отношение вообще не имеют. Были разные группы гоминидов, пусть они их так называют, назовем так же, которые к человеку совершенно разошлись эти пути и не эволюции, а деградации. Это как раз вот очень хорошо описано в книге, к примеру, Рериха «Семь великих тайн космоса». Опять-таки, это не он придумал, а просто переписал с более древних источников, где черным по белым говорят, что вот те самые древние цивилизации, пусть назовем Атланты, предположим, пошла, как это было в Греции в Древней, в Риме, вот от присыщения, от, ну, погрязли в растлении, разврате, были стадии грехопадения целых народов. Все это, в принципе, не ново. Так сказать, в результате вот этого появились определенные так называемые гибриды, как они говорят, тупиковая ветвь, эволюции. То есть, могут мысли или, скажем так, определенные находки подтверждать то, что можно судить вот об этом, об этом, об этом. Но вот выводы глобальные, вот та система, в которой они все пытаются это встроить и вроде бы успешно встроили, это бред и противоречий здесь нет. Да, эти ветви постепенно, назовем их ветвями, деградировали и вымерли. Это факт? Это факт. Но к человеку это отношение не имеет. А человек никогда ниоткуда не появлялся, а был изначально, ну, пусть, скажем так, или сотворен, или на земле появился, то есть там, неважно, приземлился на космических кораблях или как еще, но никогда не был изменен, никогда не изменялся. И вот это вот, так сказать, что касается образования вообще новых видов, ох, это очень далеко мы зайдем, не хочу я об этом сейчас говорить, хотя мне это абсолютно понятно. Как все это было, происходило? Нет, это очень долго объяснять. Давайте послушаем дальше в рамке нашего повествования. Сейчас там прекрасные страны, промышленные развиты. Сколько людей, столько и диет, по большому счету. И в хорошем варианте эти диеты должны быть, ну, более-менее похожи на то, чем питались предки. Потому что это же все через пищеварительный тракт идет, и там выделяют свои ферменты. А ферментные системы разные, это как бы изучают, гениально, прекрасно известно. Ну, там, у своя волосы крахмала, например, у земледельцев, которые уже много тысячелетий занимаются, она лучше в разы, чем у охотников-собирателей, или, например, которые там мясом больше питаются, или у скотоводов еще лучше, которые там одни молоком питаются мясом, с баральной. А у тех будут свои ферментные системы, которые переваривают жир, допустим, и у них не будет там ни атеросклероза, ничего такого там у тех же вот северных народов. Правильно. То есть, есть только лишь, всего лишь поправка на то, когда поколениями люди живут в определенных условиях, у них действительно приспосабливаемость определенная усиливается, и ферментная база. То есть, ферменты выделяются те же самые. Вот у любого чукчи и у европейца там, например, с юга. Но в разных количествах совершенно тут правильно. Но здесь нет никакой в этом доказательной базы, то есть, для того, чтобы можно было утверждать, что человек является всеядным или мясоядным, или там плотоядным, как говорится. То есть, абсолютно ничего. Да, человек попал в такие условия. Да, и там надо разбирать, что именно ест человек. Потому что тот же чукчи, там народы, неважно, крайнего севера, они еле огромное количество ягод, и грибов, и так далее, которые, кстати, растут и имеют более высокий витаминный, в том числе, и минеральный состав, чем те же самые ягоды, выращенные, скажем, южнее. Ну, зато крахмал, им будет не то, что предел показан, но с трудом, то есть, перенетийцы, большая количество способов. Вот сразу скажу, вот несмотря на то, что в странах северных Норвегии, Швеции, Дании, где исторически молочное животноводство в наиболее развитые, скажем, как официально считается, более тысячи лет, то есть, такого нет там у других европейских народов, однако, именно там самый высокий процент остеопороза, который как раз, казалось бы, должен или не быть вовсе, или быть меньше, потому что врачи говорят как раз, что надо пить молоко, потому что там много кальция, и творог, тем более есть, и сыр, чтобы не было остеопороза. Ну, наоборот, картина возникает совершенно противоположная. Так что, можно, но и зависит еще, кстати, очень сильно от возраста. То есть, одно дело, когда взрослый человек, который вырос на нормальной еде с мясом, опять нормально. Это еда не нормальная, это извращенная еда. Огромное количество людей выросло без так называемой нормальной еды, то есть, без трупов убитых животных, то есть, без мышечной массы, правильнее говорить, вот этой трупов убитого животного, и прекрасно живут, растут, долго живут, и крепкие, сильные, и здоровые. И самые сильные, и самые высокие, и самые выносливые, и самые здоровые, и не болеющие. Потому как с детства формируется то, что будет дальше у тебя, товарищ, потом. Веганство и начинает питаться одной картошкой? Ну, в принципе... Какой одной картошкой? Картошку вообще на Руси только Пётр завёз, а начали есть с конца 19 века массово. Это только с конца 19 века массово начали есть картошку. Он совсем идиот. И что значит, что веганство у него только одной картошкой? Или как есть дебилы в интернете пишут? Травкой питаться с таким подколом, как бы таким... Ну, это дебилы. Ну, а другие коллеги из науки он ещё такой радикальный, то есть не радикальный, а другие говорят наоборот, что не протянут. А он, видите, соглашается. Молодец. Ну, и там кепляться как бы на вот этом уровне. А другое дело, если это ребёнок, у которого формируется скелет... О, как! Винцо на столе. И самое главное, мозги растут. Так, так, так. А нервная система, она такая сильная энергозатратная. Правильно. И мы его начинаем кормить одним горохом, да? Стоп, стоп, стоп. Вот теперь то картошкой одной, то теперь горохом одним. Ну, зачем же так по-идиотски? У вас что, представление о веганстве это только либо картошка, либо горох? Ну, тогда вы просто заведомо либо глумитесь, либо вот издеваетесь, либо, ну, скажем так сказать, познания ваши настолько ничтожны, и вы так слепы, что вы вообще не имеете права на эту тему рассуждать. Ну, он вырастет, в принципе, он не умрёт. Это как бы практика. Показывает, что да, он вырастет, но у него будет куча проблем. А вот куча проблем как раз сейчас дети. Онкология детская. Вот больше стали жрать мясо. Жить стали лучше, веселее. Сосиски появились там в любых 100 видов. Рекламы прут. Дети всё едят. Вот как тут ребёночек, правда, не мясом, а вот этой вот какой-то батончиком синтетическим трясёт. Ну, давайте, кормите настоящей человеческой пищей вот этой. И что мы видим? Лейкоз в 100 раз по сравнению с 80-ми годами вырос. Другие формы онкологии, аутоиммунных заболеваний, тяжелейших болезней выросли помолодели в 3-4 раза. Количество детей, поражающихся, так сказать, до там 16 лет в сотни раз по разным болезням. И что цивилизация? И что, так сказать, любимое мясо, сосиски и так далее? Да. Может, будут неочевидные, но они точно будут, что-то статистика. Да, статистика абсолютно и точная, что чем больше потребляют мясо, тем больше болезней, рака, в первую очередь, и других заболеваний, о чём, так сказать, ну, во-первых, жизнь свидетельствует, это самое главное, а во-вторых, многочисленные исследования, в том числе, самые крупномасштабные в мире, тоже китайское исследование, которое сейчас пытаются охаять, бездоказательно совершенно, впрочем, так вот, говорит о том, а там сотни учёных занимались этими исследования на протяжении более 40 лет, говорит совершенно о противоположном, чем больше мясо потребления в обществе, в любой нации, причём тем, выше процент болезней и смертности от тех или иных серьёзнейших заболеваний. Отдельный человек, может быть, и ничего, а если мы возьмём тысячу человек, то из этой пищи кому-то будет совсем плохо. Конечно, кому-то плохо, вот каждый день умирают в больницах сотни и тысячи людей по миру, лежащих, которые ждут органы в пересадку, которые, так сказать, прооперировали у них метастазы пошли и так далее. Опять химия, терапия, облучение. И вот таких людей каждый день умирают. Они все едят мясо, молоко пьют, по совету врачей. Все без исключения. Ну и как вот кто-то, не помню кто, очень хорошо выразился, что можно питаться как йоги, да, там, парижники в день, ну и достижения будут как у этих йогов. То есть, когда он сидит в тропическом климате, с тюкками не шевелится. Что за херню несёт этот идиот, а? А вот эти монахи-шаулини, вы хоть знаете, как и чем они питались? Там никакого мяса не было. Ну попробуй, Вася, ты, мясоед, выйди и сделай те же упражнения, хотя бы, ну не надо сутки, как они, а хотя бы там, ну 20 минут. Да не выдержишь. Ну не выдержишь. И не только в Индии, и Шри-Ланка, и там, так сказать, вот, и Мьянма, всё. То есть, это вся Азия, и тогда, несмотря на тяжёлый тропический климат, там, и другие факторы. И не только там, слушайте, можно привести по всем континентам, от Америки до Африки и так далее. Это то же самое всё. И Австралия, там, и так далее. Разные народы, по-разному, однако, самые выносливые. И опять-таки, вот, например, на советских марафонцах, различных спортсменах, разных совершенно лёгких атлетах, там, и так далее, та же Галина Сергеевна Шаталова доказала абсолютно в советское время полностью, что выносливость увеличивается в разы, и результаты лучше у тех, кто переходит на веганство и сыроедение, веганское сыроедение, чем у любых других спортсменов на традиционно высчитанном по белкам и так далее, типе питания. Ну, и уж не говоря о том, что как спортсмены, любимые вот эти всеми, да, там, приводят в примеры, перестают заниматься своим спортом, соответственно, из организма выходить яды, токсины, через пот, там, и так далее, хуже стали, но есть они продолжали так же, как привыкли, и тут буквально 5-10 лет, и вся та, как говорится, весь медицинский справочник можно по ним изучать. Вот это нормально насчет интеллекта. Ну, ладно, даже без комментариев. Я вообще не как-то живой, как бы, да, уже несколько дней. Ну, и да, он по рисунке в день, в принципе, нормально может так тянуть. Молодец. Камеру слежения ночью поставить, куда он двигается на... Вот ему так радостно сейчас от самомнения и такого как бы возвышения тем, что он якобы так победил, и такие-то слова умные, и доходчивые нашел, и такие доказательные, а тем более так оппонент, вот эта интеллектуальная дамочка смотрит, поддакивающая на него, что гордость переполняет, и можно действительно выпендриваться дальше бессмысленными и абсолютно ничего не значащими какими-то фразами. Ну, так что можно, но надо ли, это как бы большой вопрос, и я бы не рекомендовал становиться ревенными, ну, если у человека нет какой-нибудь там непереносимость ничего-то, там, что-то такое, зачем смысл? То есть, обычно, тут какие-то этические мотивы, что там, бедные овечки, бедные овечки, бедные овечки, бедные овечки, бедные овечки, пусть едят, вот, и где-либо волки, бог любят болезни, а во-вторых, мне все время непонятно, почему, когда мы едим овечку, значит, она страдает, она несчастная, то есть, а что, не страдает и не несчастная, когда едим, вообще-то, когда убивают, так же, как тебя, придурка, вот так вот, подпереть где-нибудь в переходе, так, куча гопников, например, и начнет тебе там издеваться, а потом нож в бок совать, потихонечку убивать, ох, как тогда ты пересмотришь свои жизненные креды, только поздно будет. А когда я ем какую-нибудь морковку, ну, морковки, нет кишнерной системы, но... Молодец, что хоть сказал про кровеносную, есть система? Я ее тоже как бы убиваю. Совсем дебил, что ли? Вот, ну, пусть доскажет свою плеяду идиотизм, а я потом... Вообще, для таких дебилов я снял такое видео, которое называется «Мясоеды, как хотите теперь с этим, так и живите». Это точное перефразирование одного идиота, который написал о, мол, вегетарианце, а теперь как хотите так с этим переживите. Типа, якобы он тем, что он написал, доказал, что вот, мол, испытывают те же страдания, ну, те же морковки, как и корова, да? То есть, вот есть же такие конченые... А вот, кстати, некоторые еще пишут, что я грубо выражаюсь. Давайте так. Вот как вы считаете? Вот именно таким людям в ответ, кто считает, что морковка так же страдает, как и корова, можно сказать менее грубые слова, так сказать, начать с менее грубых слов, чем дебил, там, конченый придурок и так далее. Я считаю, что это просто восхваление, потому что это просто не человек вообще, потому что он просто растоптал интеллект человеческий, уж точно к эволюции он отношений никакого не имеет, а точно к деградации. Как правило, это подонок, ну, или дебил просто. Мокровка выращивает вот этот свой, там, корнеплод, и для того, чтобы я ее съел, а для того, чтобы на следующий год дать цветонос, раньше сел, и чтобы все пылители были ее, и она победила в гонке до выживания. А тут я прихожу с лопатой. Она ни хрена не победит в гонке за выживание, потому что первые же сорняки, причем даже не те, которые мы сорняками называем, а любые дикие травы, ее так прополят, что морковки уже не останется. Этот человек выявил селекции исключительно. И растение, и вид не погибает, и боль она не испытывает, а хруст, это не признак боли, так же, как и хруст картона, да, даже гипсокартона. А что касается того, что там нет ни нервной системы, ни интеллекта, ни высшей нервной деятельности, некровеносной системы, говорит, что ты дебил, коль такие слова говоришь. Блин, кандидат наук. Ты жираю ее, значит, с руками. Ну, елки-палки. То есть, я обламываю весь генеративный цикл. На это ржет. Причем, за год как бы, да, совершенно газ. А я считаю, хотя бы даю ее расходить. Вот как. Ну, а то, что потом ножичком по горлу, потом кишочки намотать, шкуру содрать, это ничего. Это примерно, как морковки ботву оторвать. Ну, что ж. Ну, и что можно? Вот убивать таких надо. А их потом, а у этой, как же, эта морковка уже не будет. И ведь и находятся же люди-дебилы, которые послушав вот таких, скажут, вот точно, хе-хе-хе. Вот даже вот можно сразу представить, что они вот так, именно хе-хе-хе. Ну, как дауны кончены. И отлично все. Ну, доказательно, мужик выразил. Все, теперь можно мясо жрать со спокойной совестью и по барабану. Морковки, так сказать, тоже больно. Но там другой. Так что, тут этические эти мотивы, они, 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 на мой взгляд. Да. Вы знаете, последний шанс вот на тему человечности и разума. Это вот первая ступень Толстого. Можно либо прочесть, либо у меня по ссылочке посмотреть, просто озвучивание, да. Вот если после этого человек, что называется, просто на колени не встанет, пусть даже умственно, не покается в том, что он глумился над правдой, над правдой жизни, над совестью, над справедливостью, глумился, не покается, то это не человек вообще. Ну, это тоже не мои, прямо скажем, мысли. Душ понятно. Мальцам показали веганам, но если кому-то хочется развлекаться, я еще к этому отношусь так, что я-то не веган, детишки мои тоже здоровы, поэтому... Я-то как раз веган, и поэтому мои детишки, вот мои, здоровы. Если кто-то понижает свои, как бы, репродуктивные планы, да, в будущем... Совсем дебил. Наоборот, они увеличиваются, были те же исследования, эксперматозоиды там исследовали, то есть там какой процент, это когда человек 60 дней там был, по-моему, на сыроедении полном, да, у него восстановились те функции, лучше показатели стали, чем до того. Давайте покажем, это как бы в противовес тому, что бездоказательно, абсолютно огульно говорит этот товарищ. Низкий уровень тестостерона также говорит о том, что у тебя в целом нарушение со здоровьем. Итак, у нас есть несколько интересных моментов. Недостаток по витаминам В12 не изменился, ситуация не стала лучше и не стала хуже. Цинк увеличился с недостаточного уровня до нормы. Магний тоже пришел с недостатка до нормы, и эти два минерала очень важны. Они отвечают за сотни различных реакций в твоем теле. Также была недостаточность витаминах Д и С, и они мало того, что пришли в норму, они значительно увеличились. Твоё тело было слабым по отношению к вирусам, к болезням, и сейчас все эти показатели, иммунные показатели вернулись в норму, что очень радует, и что необычно, что они вернулись за такое короткое время. Интересно, каковы же показатели здоровья моей спермы и уровня тестостерона. Это самый интересный момент, потому что изменения настолько сильные, что я задаю вопрос, что же здесь происходит. В прошлый раз тесты показали очень низкий уровень тестостерона, 146. Это ниже нормы. Второй показатель количества свободных тестостеронов также был очень низким, ниже нормы 24. За это время уровень тестостерона у тебя поднялся со 146 до 371, более чем на 100%. Ребята, вы слышали? Уровень тестостерона поднялся со 146 до 371, более чем на 100%. Уровень тестостерона отвечает за сексуальную силу и репродуктивную функцию. И если он ниже нормы, то с этими делами и проблемами. Теперь, Джо, у тебя уровень нормальный, и ты можешь спокойно зачинать детей и создавать семью. Уровень свободных тестостеронов также увеличился с 24 до 81. Это больше 200%. Более 200%. Теперь моя сексуальная сила намного больше. Что, собственно, является отражением моей жизненной силы? В прошлый раз у тебя была недостаточность тестостерона, что является причиной болезни гиперорганизм. Слабость в сексуальном плане и вплоть до того, что бесплодность и все такие вещи. Но благодаря питанию, как ты говоришь, все изменилось. И я на самом деле в шоке. Я этого не ожидал. Это настолько серьезные изменения, что, в принципе, такого не должно происходить. Это удивительно. Результаты не могли бы сфабрикованы, так как я сам лично все контролировал. И я с полной честностью, ответственностью могу сказать, что эти результаты отражают действительность. Как насчет живости моей спермы? Да, это очень важный показатель. Если твоя сперма недостаточно живая, активная, то она просто не выполнит свою работу. Этот показатель улучшился на 33%. Такие изменения могут происходить в течение нескольких месяцев или лет. И я очень удивлен, что в течение 60 дней ты избавился от всех этих недостатков и произошло такое чудо с твоим уровнем тестостерона. Те изменения, которые произошли с тобой в плане здоровья, благодаря смене питания, просто удивительно. И, возможно, многим другим людям стоит это попробовать. И я, кстати, даже, может быть, сам заинтересуюсь этим. Моим детишкам больше ресурсов достанется. Да ради бога, вы хоть там троились с этим угодно. А это вот, вот и разница в подходе. Ему по барабану, лишь бы его детишкам больше досталось. А у меня другая мотивация вот к этому видео. Чтобы люди очнулись, стали здравомыслящими, нормальными, честными, порядочными людьми, были более здоровыми, родили сильные, здоровые поколения и подняли бы страну с колен и жили бы счастливо и, так сказать, в радости. Вот это моя мотивация, у него иная. Тогда у моего личного потомства будет больше шансов на выживание. Ну, ради бога, если кто-то хочет улучшить. Это до первой койки и до первой операции. Мои шансы, я тогда за. Молодец. Мы говорили со Станиславом Дробышевским, с антропологом, и не буду перечислять все остальные многочисленные не надо. Все по заслугам, да. Возвращения и достижения, потому что их очень много. Да гений. О чём тут речь? Это же, так сказать, просто гений современности. Посмотрите, как он аргументированно, научно, просто всё по полочкам разложил и доказал дебилам-веганам, что, собственно говоря, они себя просто убивают и им осталось жить последние считанные дни и часы в полном отсутствии интеллекта и разума, без научных открытий и, так сказать, без потомства в будущем. Ну что ж, гениально, гениально. Вот такова современная наука, дорогие товарищи. Таковы реалии. С этим нам жить. Ну что, товарищи дорогие, ну вот, напишите так, что, например, кто понимал и так, понятно, всё хорошо, напишите те, кто до просмотра посмотрел только исключительно для того, чтобы убедиться, что я не приведу никаких аргументов и доказательств, а в итоге, просмотрев всё, вы поняли, что насколько ахинею те люди несут, насколько неистребимо и какое-то маниакальное их желание в оправдании любимой сосиски на столе. До смешного, до абсурда, до бреда, антинаучного, антилогичного, против совести и так далее. Напишите, будет очень интересно. Можете написать, мне, кстати, так писали, честные и порядочные люди. Да, я был дебил, я не понимал, я был вот таким, как все, а теперь я вот прозрел и действительно, так сказать, вот как мне стыдно за то, что вот очень много таких писем, на самом деле, это, кстати, самое ценное для меня, не потому, что я горжусь этим, что вот я, нет, потому что я очень рад, очень рад, когда в мире, когда идёт страшная деградация, страшнейшая интеллектуальная пропасть, отдельные люди всё-таки показывают пример того, что всё-таки эти процессы значат теоретически, пусть даже, но обратимы, когда интеллект возможно увеличить, развить даже в наше разрушительное, потребительское, идиотичное, высокотехнологичное, которое идёт против человека, время, да, вот, тем не менее, я этому очень рад, что мог этому просто быть полезен и поспособствовать. Ну, собственно, всё, дорогие друзья, здравомыслие вам, критического мышления, здоровья крепкого для всех, порядочных людей, людей, ну, и вот, собственно, всё, пишите обязательно отзывы, ну, и, так сказать, пересылайте это видео, помогайте слабоумным, уж их, получится их поднять из болота за волосы, хорошо, нет, значит, судьба такова, что тут уж делать, это как в притче той, один раз, как говорится, скажи, второй приведи, кто более компетентен, ну, а третье, не мечи бисер перед свиньями, по крайней мере, это очень мудро, вот давайте придерживаться этой мудрой притчи. Всего хорошего, до новых передач.